В 1938 году швейцарский химик Альберт Хоффман синтезировал диэтиламид дилизергиновой кислоты. Сегодня это вещество является самым известным и самым загадочным психоделиком. ЛСД-25 или просто ЛСД запрещен в большинстве стран мира как опасный наркотик. Однако является ли это вещество наркотиком на самом деле? На что способен ЛСД и зачем запрещать вещество, вред которого никогда не был доказан? Для начала давайте проследим, какой след оставил ЛСД в истории 20 века. В 1962 году Фрэнсис Крик получает Нобелевскую премию за открытие молекулярной структуры ДНК. Впоследствии ученый заявил, что сделал свое открытие под действием ЛСД. В 1993 году другой Нобелевский лауреат Кэрри Муллис также признается, что ЛСД помог ему сделать открытие, совершившее революцию в молекулярной биологии. В употреблении ЛСД признался основатель IT-гиганта Microsoft Билл Гейтс. А основатель культовой компании Apple Стив Джобс утверждал, что решение попробовать ЛСД было одним из самых важных решений за всю его жизнь. Этот список можно было бы продолжить. Но давайте разберемся, насколько на самом деле опасен ЛСД. Возможно, это шокирует вас, но до сих пор не существует документальных подтверждений смерти от ЛСД. Чтобы понять, насколько безопасен ЛСД, попробуйте представить, что смертельная доза никотина составляет всего 60 миллиграмм, то есть около 20 сигарет, в то время как смертельная доза ЛСД превышает безопасную дозу почти в 5000 раз. То есть отравиться ЛСД физически невозможно. Кроме того, ЛСД не способен вызвать физическую и психическую зависимость. Но зачем в таком случае запрещать безвредный психоделик по всему миру? В 40-е годы действия ЛСД испытывали на ближайшем родственнике человека шимпанзе. Результаты опытов потрясли ученых. Взрослый шимпанзе, получив инъекцию ЛСД, переставал подчиняться четкому иерархическому порядку стаи. Через 20 лет ЛСД вышел из лабораторий на улицы, и по Америке прокатилась психоделическая революция. Консервативно настроенное правительство было по-настоящему напугано массовыми выступлениями молодежи, которая требовала масштабных социальных перемен. Психоделик, способный освободить человека от социальных рамок и наделить его стремлением к свободе, стал реальной угрозой существующему режиму. Поэтому правительство США объявляет ЛСД вне закона и запрещает его использование даже в медицинских целях. Вслед за ЛСД запрету подвергается псилоцепин, мескалин, ДНТ и другие психоделики. Вскоре запреты принимаются по всему миру. А теперь задумайтесь, почему алкоголь и табак, вызывающие сильнейшую зависимость и хронические заболевания, легальны по всему миру, а безвредные психоделики, способные изменить мировоззрение, считаются опасными и преследуются законом? Узнай правду на www.legalrc.biz